Мир вам! Мы не поэты, мы не певцы, мы просто любим славить Бога. На небе там Святой Отец, туда наша дорога. Бойте и сестры я сегодня приехал с нашими братьями из Ревцентра. Их трое, и один из них это Сергей в Ревцентре. Он уже прошел реабилитацию, он является служителем в местной церкви, он проводит уроки уже в Ревцентре на духовные темы. Также Андрей, вот с левой стороны от меня, он сейчас проходит реабилитацию, но летом он уже принял крещение, он является членом церкви, он уже проповедует, слава Богу. Я думаю, они побольше о себе расскажут, также Костя есть, он тоже проходит реабилитацию. Андрей у нас уже где-то 11 месяцев, Костя 8, может чуть больше. Костя начинает, мы просто сегодня расскажем стихотворение, расскажем пение, которое он сам, слава Богу, начал писать, сочинять. Сейчас мы исполним вместе с Костем благослови. Благослови нас, собрались сейчас. Благослови нас, благослови, благослови нас, счастье и рятость, Благослови нас, сердце и рятость, благослови нас, благослови нас, Благослови нас, счастье и радость, Благослови нас, сердце и рятость, Благослови нас, счастье и рятость, Благослови нас, счастье и рятость, Благослови нас, счастье и рятость, Имя святое Твое воспевал. Каждый из нас, чтоб ходил всегда свято, И чтоб тебя всегда прославлял. Благослови, благослови нас счастье и радость. Сердце сели, благослови, благослови нас, Близьми верными нам помоги. Даль, чтоб оркестр стройно и свято, Имя святое Твое прославлял. Каждый из них, чтоб ходил всегда свято, И чтоб тебя всегда прославлял. Благослови, благослови нас счастье и радость. Сердце сели, благослови, благослови нас, Любыми верными нам помоги. Друзим тебя мы, больных треставелых, О, Боже, их, ты не пройди. Жалься над них, но позже все святое, И страдания их ты облегчи, благослови. Благослови нас счастье и радость. Сердце сели, благослови, благослови нас, Чтобы быть неверными нам помоги. Дали, чтоб церковь была, чтоб единая, Единой такой, как единый с Отцом. Церковь Христова, о, Церковь Христова, Церковь Христова, ты должна быть с детством. Благослови, благослови нас счастье и радость. Сердце сели, благослови, благослови нас, Быть Тебе верными нам помоги. Меня зовут Константин. Я родился далеко отсюда, на Кавказе, В Западжане, в городе Баку, в 1971 году. Ну, не уже 45, 45 исполнилось, уже здесь в центре. Ну, жил я, как все нормальные люди, как будто обычные. Мама связистка, папа электрик. Жил в обычной семье. Ну, как сказать. С рождения я инвалид по зрению, но я это никогда не хотел признавать, что я инвалид. Хотел быть, как все. Закончил училищие связи. Стал радистом первого класса. Судовым радистом. Хотел все время в море работать. Ну, не получилось в море работать в море радистом, но все равно я как-то пробрался. Три года с половиной проработал в море. Делал то, что, в принципе, врачи запрещали. Когда мне исполнилось 18 лет, мне дали диагноз такой, что, в общем, больше 5 килограмм нельзя было поднимать. Ну, я не... Мама сказала, что я не буду расти инвалидом, хочу быть как все. Ну, как все, как все. Стал заниматься спортом. Вот. Конечно, неофициально. Вот. И... Компания, как будто, была нормальная, хорошая. Но... Как-то... Получилось, что... Мы стали немножко расслабляться, любевать, так вот. Думали, что это по-правильному, это правильно. Вот. И когда начало девяностых наша компания развалилась, ребята поразъехались, ну, а привычка к этому осталась. Ну, я не думал, что она так разгорится, что она будет во мне развиваться так сильно. Ну, работал, как все, как будто вот, жил. Устроился на одну работу, на другую, потом женился. Все... Все усугублялось тем, что... Я обвинял свою работу в какое-то положение, что я должен был это делать. Вот. В компаниях, с людьми, клиентами, так как я тоже мусорит профессиональный. Вот. И работал на туристе. Ну, все выпивали, и я выпивал. Ну, что такого. Жил нормальной жизнью, я так думал. Но получилось нет. Разлад в семье. Потом, впоследствии, болезнь матери. Потом развод. Все, забирал у меня этот порог, этот грех. Все-таки получилось так, что, ну, мы в 2008 году приехали в Молдову. В Приднестровье конкретно. Отец думал, что наладится так, переменный климат, может что-то такое, нет. Усугубилось еще хуже. Была квартира, было все. Отец умер. Мы с сестрой остались в этой двухкомнатной квартире. Долги и все. Мы разменялись. Она себе комнату купила, я себе купил комнату. Очень получилось так, что я эти деньги прогулял, пропил. И остался, в принципе, я сейчас, на данный момент, без ничего. Но, как к Богу пришел, это слава Богу, к Богу. Такое ощущение у меня внутри было в душе, что я к Нему шел давно. Но я это как-то не чувствовал, не осознавал внутри. Но я все-таки к Нему пришел. Но пришел как? Когда мне стало плохо, очень сильно. Когда мне было плохо, а потом хорошо, я от Него отходил. Но Бог меня искал, Он все-таки нашел меня. Теперь я пришел к Нему, вот 5 июня у меня было крещение. Я все-таки к Нему пришел и расставаться с Ними не хочу. Я желаю, и этот мир стал для меня другим. Как брат Сергей говорит, что мы и в Библии написали, что мы все странники. Те, кто верят в Бога, они должны это осознавать. И жить в мире, потому что они должны. Вот я должен жить в этом мире, но тоже служить Господу. Аминь. Господи, услышь мою молитву. Господи, услышь тебя, дай мне держать победу в битве, над руками, молчащим греха. Дай мне держать победу в битве, над руками, молчащим греха. Песня. Под душимом не дает покоя, насекает, хочет затоить, Но он не знает, что молитвей к Богу, Скрыто силам миллиард не снис. Но он не знает, что молитвей к Богу, Скрыто силам миллиард не снис. Эта сила нам дает надежду, Веру нам дает любовь и жизнь. Жизнь Христом с Отцом, с Небесным за Богом, Темных силных не победит. Жизнь Христом с Отцом, с Небесным за Богом, Темных силных не победит. Я молюсь, когда бывает худо, И когда в душе боится страх. Жизнь Христом с Отцом, с Небесным за Богом, Темных силам миллиард не снис. Жизнь Христом с Отцом, с Небесным за Богом, Темных силам миллиард не снис. Жизнь Христом с Отцом, с Небесным за Богом, Темных силам миллиард не снис. Жизнь Христом с Отцом, с Небесным за Богом, Темных силам миллиард не снис. Меня зовут Андрей, мне 27 лет и родился не так далеко, как Костя. Я родился в Кишиневе, в принципе тоже в обычной семье. Моя мама была учитель биологии в старших классах. Папа был инженер на теплоэкзоцентрале Кишиневской, то есть на ТЭЦ. Рост нормально развивался, ходил в школу. Но то, что не хватало Бога в моей семье, то есть я знаю сейчас. Тогда же про Бога я знал, но все служение Богу заключалось не в том, чтобы на Пасху отнести в церковь православную большую торбу толбасы копченые с разными пирогами, чтобы батюшка на нее побрызгал водой и все. То есть в графе Бог стояла галочка на год, то есть я свой долг шла, чтобы выполнил, поставил свечку когда-никогда. Но время шло и жизнь менялась. 14 лет, когда мне было, мой отец умер, он просто-напросто пришел с работы, поужинал, лег на диван и умер от инфаркта. Он никогда в жизни не жаловался, на сердце просто лег на диван и умер. Пока я была скорая, пытался делать ему искусственное дыхание, в общем, бесцельно, то есть бесполезно, то есть он ушел. И с того момента я попробовал, что такое алкоголь, мне понравилось. Но, понимаете, я учился в школе и совмещать алкоголь с школами было сложно, но отнюдь у меня получалось. Но, понимаете, то есть этот путь, он насколько сложен, что после алкоголя я пробовал марихуану, после марихуаны порошки, после порошков разные таблетки и ничего не переставая. То есть это все было в комплексе. В 11 классе, когда учился, я попробовал героин, сразу внутривенно, то есть сразу по-взрослому. Мне объяснили, показали, объяснили, как покупать его, где его доставать, какими путями ходить, чтобы не попасть в руки милиции. То есть ко мне уже начали обращаться люди старше меня намного, чтобы я ездил доставал им. То есть мне, в принципе, своих денег не приходилось тратить, да, в основном. Но это все сначала. Вот время шло, все усугублялось, то есть от меня поотворачивались все мои друзья нормальные. Девушка, мама, сестра. То есть я вот в один день просто-напросто сидел и листал записную книжку телефона, знаете, и просто ужаснулся. В записной книжке телефона, там, буквально, наверное, 200 номеров, 50 я вообще не знал, кто такие. То есть это были разовые какие-то звонки. А остальные 150, все люди, которые тем или иным образом связаны с наркотиками, с алкоголем. То есть у меня очень много друзей погибло, половину закрыли. То есть и как-то все проходило у меня рядом, но мимо. Я сейчас понимаю, что Господь хранил меня. Но тогда я думал, что мне просто везет. И вот в записной книжке было всего лишь два номера. То есть это моя мама и сестра, но они трубку не брали. То есть они трубку не брали, что говорить о том, чтобы открыть дверь, говорить нечего. У меня был товарищ, который в свое время обратился ко мне с такой просьбой, чтобы я научил его употреблять наркотики. Я его научил, а потом он мне рассказал о Христе. То есть сейчас он погибает, я стою перед вами. Как помочь ему не знаю, о Боге он знает. Он выбрал свой путь, но он сказал это слово и мне стало интересно. То есть я молился Богу, дабы он проявил милость ко мне. Я просил у него Божий, ну правда в таких состояниях это делал, что не дай Господь. Но я просил Божий, вот как, вот как прийти к Тебе, вот какой путь, где вот столько людей. Как определиться, что я не могу знать. И Господь смело вас, он просто-напросто закрыл. Закрыл все видения, кроме одного. То есть кроме того, что мне нужно спасаться. И я попал в рикцентр, то есть я покаялся. Для этого я принял крещение. На сегодняшний день я не хочу возвращаться обратно. Я хочу служить таким людям, как был сам некогда. Я хочу являть ту любовь Христа, которую Он явил мне. На сегодняшний день моя мама ходит в молитвенный дом. Она начала буквально месяц-два, она ходит на служение. Она никогда в жизни не ходила на служение. Сейчас она ходит. Просто-напросто Бог коснулся и слабо ему за это. И обращаясь к Богу, то есть задавая вопросы. Я задавал такой вопрос очень часто. Божий, ну вот когда Христос служил людям, то есть когда Он был воплотильной земле, то есть ему не встречались такие люди, как я. То есть алкаши там, да, или наркоманы. То есть как мне вот, как вот, ну как понять эту помощь. Как увидеть то действие твое. То есть Божий, вот ответь мне, покажи. То есть и читая описание на свои вопросы, очень часто нахожу ответы. И я прочитал вам отрывок, в котором я очень четко увидел свою судьбу, то есть и буквально два слова скажу на эту тему. Это Деяние апостолов, 3 глава с 1 стиха. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек храмовой и чрева матери его, которого носили, сажали каждый день перед дверями храма, называемых красными. Просить милости не у входящих в храм. Он видел Петра и Иоанна перед входом в храм и просил у них милости. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказали, взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что я имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа на зарея, встань и ходи. И взяли его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени. И вскочив, встал и начал ходить, и пошел с ними в храм, ходя и скачая в поля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Богом. И узнали его, что это был тот, который сидел в разных дверях храма для милости. И исполнились ужаса, и изумились от учившегося с ним. И как исцеленный к мему не осадил от Петра и Иоанна, то весь народ к изумлению сбежался с ним в притвор, называемый Соломоном. Аминь. Читая этот отрывок, я еще раз повторюсь, что четко увидел свою ситуацию. То есть этот хромой чрево матери, не знал той любви Творца. Я тоже не знал. То есть в свое время его носили туда. Я не знаю, хотел ли он, чтобы он был туда носили, не хотел, но его туда носили. То есть он был хромой, сам ходить не мог. Осознавая то, что я был в зависимости в тяжелейшей, я просто вижу и понимаю на сегодняшний день, что дьявол в свое время тоже меня носил. Куда было угодно ему. То есть я находился в таких местах, где я абсолютно не хотел находиться. То есть были минуты в раскоплении, но я понимал, что мне надо там быть. Потому что так надо, потому что не получится что-то сделать. Мне потом будет плохо. И по плане был с этим кайфом. Да, дьявол носил меня, где хотел он. То есть туда можно погорячее засовывал. То есть и действительно, действительно, я не пребывал там, где я хотел пребывать. Петр и Суанн, когда шли, они шли в храм, ну чтобы помолиться, наверное, они не подозревали, да, что они кого-то исцелят, что поведется им куда-то храмой, то есть и что они смогут ему помочь. Но находясь вот в состоянии бодрства, то есть там вот его креста, да, она пребывала в них. Я очень четко увидел, что через братьев, вот которые мне встретились, через пациенты, это через служителей, это рука помощи была протянута. То есть я встал на ноги, то есть я на сегодняшний день смело говорю, что Бог исцелил меня, Он меня избавил. То есть от этой зависимости я очень рад этому. То есть я очень рад, что моя семья восстановилась. Теперь ко мне звонят из дома, то есть спрашивают, вот как дела там, спрашивают совета вот в той или иной ситуации. То есть я теперь хочу, как тот храмой, хвалить Бога, славить Его и не отходить от тех людей, да, которые мне показали любовь Христа, а я самому ее показываю. Спасибо вам за внимание, братья и сестры. Я люблю Бога и хочу Ему служить. Аминь. Аминь. За городом селенье посвятить селенья дом. В том доме живут люди, не оставленных от слов. Мы стремимся в небо, в край и святой, в край. Сам Отец Небесный приглашает нас туда. В том доме живут люди, не оставленных от слов. И, Может быть, не повысили, не спасут людей, Аминь. Вmiesе селенья nåле Со Sof Barn vers emission И Бог селилón Отец Небесный приглашает нас туда. В том доме живут люди, им некуда идти. Умоляю тебя, Боже, смейся и помоги. Мы стыдимся в небо, край снятой от края. Сам Отец Небесный приглашает нас туда. Но есть закон, вселенная подбой. Посреди селенья одном, в церкви, в том доме живут люди, Искупленный самим Христом. Мы стыдимся в небо, в край снятой от края. Сам Отец Небесный приглашает нас туда. Ты уже погиб, и что душа твоя в пропасти стоит. Не говори, что в этот самый миг срок подошел, и ты уже забыл. Не говори о том, что недавно тебе спасти и обрести покой. Не говори, что Богу все равно ты будешь с Ним или будешь с Сатаной. Идет война за души и сердца. Не говори, она не за тебя. Не говори, что в мимости Творца ты не дождешься и уйдешь в себя. Не говори, любовь Его лишь в мир. Он возлюбил, кровь свою пролил. Не говори, она не за тебя. Не говори, ты не Его дитя. С Небес сошел Иисус Господь и Бог. Всей мир пришел таким, как мы, помочь. И если ты свой грех отдашь ему, И сгонит мне миг из сердца за дону. Возьмет, обнимет и придмет к себе. Залечет раны в раненой душе. Уже не будешь думать, что погиб. Не будешь говорить, что Богом ты забыт. Аминь. Не надо. Песня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok И третья часть, которая сейчас происходит, это особые отношения с Богом. Я вырос тоже в атеистической семье, мои родители учителя, мой дец потом стал директором школы, моя мама учитель математики, геометрии, алгебры, мой дец учитель физики, астрономии, химии, но интеллектуальная семья. Воспитался я хорошо, родители хотели сделать из меня, чтобы я был тоже, скорее всего, учителем или куда-то так продвинулся в этих научных направлениях. Хорошее воспитание, достаток был хороший, средний такой, но в чем нуждался, я все и не был. Воспитывали меня морально, не нравственно, во всех отношениях отец учил, чтобы я поступал так, как хотел, чтобы со мной поступали. Все было хорошо, все было прекрасно, но не хватало одного, не хватало одного, не хватало Бога. Не хватало Бога в моей жизни, потому что я, и мои родители, и я, и также моя сестра жили без Бога. Но пришло время, когда я должен был уйти от родителей, когда я должен был уехать учиться в другое место. Поступил я в техникум, в гнестровский энергетический техникум, если, может, кто-то знает, это возле террасовое поселок Гнестровск. И вдали от родителей я начал потихоньку забывать то, что они меня учили, моральному кодексу, моральному, всему тому, что нужно для человека. И, к сожалению, я начал пропускать все занятия, пропускать все занятия, которые были, там прогуливать. А потом уже схватился за бутылку, за алкоголь, а потом за сигареты, и все это скатывалось вниз. Потом я начал родителей отмалывать, что я там учусь, что я там посещаю. Потом я начал у родителей воровать понемножку, чтобы было у меня на что гулять с ребятами, такими же, как я, и посещать свое время в развлечениях. Это был очень плохой период. С человеческой точки зрения я не нашел себе места в этом мире, в этом греховном мире. То есть я скатился до того, что я начал прякс. Я скатился до того, что я не окончил никакого учреждения, никакой школы, ни профессиональной, ни техникума, ни университета, и не имею никакой профессии. И виновен в этом, естественно, я, потому что каждый несет за себя ответственность. Потом начался, в какой-то период жизни моя начался, часть, другая часть жизни, когда я обратил внимание, что есть Бог. Когда я знал, когда я понял, что Бог творец, что Бог любит нас, несмотря на то, что мы совершаем грехи, Он желает, чтобы мы вышли из этого мира, чтобы мы не жили в этом мире греховном, чтобы мы не были частью этого мира. Но отношения были, опять же, из-за тех грехов, которые у меня были, как алкоголизм, пиарство, обман, воровство, я не придавал особого значения. Хотя я Бога любил, хотя я читал Библию, изучал Писание, ходил в разные динаминации, молитвенные дома, общался с братьями, с сестрами. И, можно сказать, делал вид верующего, делал у них, что я тоже христианин. На протяжении этого времени Бог меня спасал от себя, от всего, от всякого. Я мог бы здесь и не быть, если бы не Господь. Я мог бы здесь и не разговаривать с вами, если бы не Бог. Потому что Бог любит, несмотря на то, что я совершал грехи. И, зная, что Бог любит, и зная, что Бог есть, я совершал грехи. И знал, что Бог простит. Но Бог не пропустит. Хранил меня от всего зла, от всего плохого. И третья часть моей жизни, это когда особое отношение с Богом. Когда я осознал, что я неправильно себя веду, что я бессимею, что я неправ, что не надо так. Я знаю, что Бог, но я не служу Богу. Бог меня любит, но я Его не люблю. Я делаю вид, что я Его люблю. Я Его люблю, когда мне выгонят. И я то осознал, и пришел к этому выводу, и молился Богу, чтобы Он избавил меня от этого. Чтобы Он сделал так, чтобы я от этого мира полностью вышел. Полностью, чтобы я не находился в этом мире. Чтобы я не был участником этих грехов, которые находятся на нашей земле, на нашей планете. Благодаря Всевышнему Он направил меня в церковь Ипанию, в Вельце. И оттуда меня направили в Церковь. Я прожил там 10 лет. Благодаря Богу я более серьезно подошел в Писание. Более ответственно изучил Писание. И я осознал, что мы здесь, в этом мире, странники. И я осознал, что Бог желает от меня другого. Я покаялся. Я принял водное крещение. Я для себя решил, чтобы я служил Богу. Служение мое в том, чтобы помогать таким же, как и я. Помогать в том, чтобы они вышли из этого мира. Из этого греховного мира. Освободились. Потому что Бог предлагает всем освобождение. И когда мы призываем имя Господня, Он слышит нас. Я благодарен Господу Богу. Я благодарен Господу Богу, что Он примирил меня с моим отцом. Из-за того, что я пьянствовал. Из-за того, что я вел греховный образ жизни. Который позорил моего отца, мою маму, мою сестру. Так как они были учителями. И моя сестра тоже выучилась на учителях. Я очень сильно позорил. И они очень были отчаянны. Настолько, что в конце концов, отец меня выдвал с дома. Из-за того, что я пьянствовал. Но я опять же видел свою вину. Потому что я виновен в этом. Если бы я имел другой образ жизни, я бы до этого не ушел. Я виновен в этом. Я благодарен Богу, что Он мне это показал. Я благодарен Богу, что Он призвал меня к тому, что я принялся с отцом. Хотя это тяжелый, трудный процесс. Но это нужно было. Это нужно для каждого человека. В своей жизни я много сделал ошибок. Много грехов, за которые я бы должен был бы уже погибнуть. Или, по крайней мере, где-то судей в жизни. Но Бог проявил ко мне милость. Бог проявляет милость ко всем. И на своем опыте, на своей жизни я вижу, что Бог очень сильно любит нас. И не хочет, чтобы мы погибли. Не желает, чтобы мы жили в этом мире, в этом греховном мире. Я благодарен Богу, что не Он вас когда-то призвал. Каждого свое время. И каждый из вас, кто услышал Слово Божие, то призвал Игорь Господне и пришел к Нему. Я благодарен Богу, что Он меня направил в этот рецепт, чтобы я укрепил, чтобы я, изучая Писание, нашел свое место, которое Бог дал мне. Был период в моей жизни, когда я не знал, что мне делать в этом мире. Я себя не лезть забрал. У меня нет никакой профессии. Все меня ненавидят. Всех я позорю. Единственное, что мне оставалось, что предлагал, естественно, дьявол, я думал, что это я с вами предлагаю, это покончить жизнь самоубийством. Бог меня остановил. Бог сказал, что у меня для тебя есть новая жизнь, та, которая нужна тебе, та, которая принесет тебе вечную радость, общение со мной. Сейчас у меня есть новый, который созревает новый этап в моей жизни. Это становление семьи. Я хочу жениться, я хочу, чтобы иметь свою жену, я хочу иметь своих детей, я хочу быть пастором своей семьи. Это новый этап, это новые действия, это новое. Это что-то новое для меня. Потому что я до сих пор жил только в сожительстве, не имея никакого брака, не имея никаких обязанностей. И еще я хочу, чтобы мой отец, моя сестра покаялись в своих грехах, приняли Иисуса Христа как Спасителя, видя мое изменение в том, что я изменился. Также я хотел бы и чтобы другие люди, которые находятся в таком же положении или примерно таком же, которые по причине пьянства или по причине наркомании, никак себя не могут реализовать в этой жизни. Но даже если те, которые себя реализовали, которые нашли себе работу, которые имеют профессию, они тоже имеют по грехам. И даже тех хочу спасти. Хочу, чтобы все могли, все призвали имя Господне. Потому что имя Господне, оно велико. Кто призовет имя Господне, тот спасется, тот будет иметь жизнь вечно. Хвала и слава Иисусу Христу. Я благодарен Богу, что Он призывает нас к миру, к ротости, к смирению, к любви. К тому, чтобы мы, те, которые, казалось бы, никчемны, никому не нужны. Казалось бы, мы в этом мире не нужны. Мы в этом мире никто и ничто. Но мы для Бога что-то значим. Мы для Бога можем сделать что-то такое, что в человеческих глазах это ничего. Хвала и слава Иисусу Христу. Славится Господь через наши уста и через наши дела. Давайте мы вместе помолимся.